Добрый вечер, дамы и господа! На прошлом занятии мы с вами изучили пахтание Молочного океана, как был добыт нектар бессмертия и также прошли науку о Шиве, точнее о Рудуракше. Сегодня я продолжу эту историю про вот этого царя демонов, который захватил всю Вселенную и как его наказали. Мне здесь дали вопросы. Первый вопрос. Буддистские мантры без визуализации считаются неэффективными. Почему в ведических мантрах не требуется визуализация? В ведических мантрах не нужна визуализация, так как концентрация идет именно на звуки. Это самое главное, самый главный момент в ведических мантрах. Все остальное не нужно. Не нужно ничего представлять, нужно просто сооточиться на звуке и таким образом достичь успеха. Потому что звук стоит выше, чем видение. Вот так можно ответить. Звук превыше стоит. С помощью звука можно и видение увидеть. А с помощью визуализации можно и не увидеть, не услышать звука. Поэтому звук стоит выше. Итак, сегодня мы с вами будем узнаем историю, каким образом ганга, она спустилась на нашу планету. Это тоже один из трибутов Шивы, у которого в волосах ганга находится. В Индии ганга является священной рекой. Все индусы, они приходят, совершают там омывение, чтобы очиститься от грехов, чтобы пребывать в духовном состоянии. И поэтому она очень цена. С помощью воды ганги совершают жертвоприношения, с помощью воды ганги совершают храмовое поклонение, в том числе и в храмах Шивы, используют гангу. И поэтому мы с вами пройдем эту историю, которая показывает, каким образом ганга, она появилась на нашей планете и в нашей Вселенной. В Индии гангу не просто используют в своих каких-то целях, также поклоняются. Ганга — это вода, которая непосредственно сошла со стоп Бога. Эту историю мы сегодня с вами разберем. И поэтому ганги также совершают поклонение, как в священной реке. Ее еще называют Вишнупади. Вишнупади — та, которая изошла со стоп Вишну. Как была такая интересная история в прошлые времена. Однажды жил такой святой человек в лесу, и каждый день он выходил со своего дома и шел на гангу, чтобы совершить омовение и набрать воды для своего поклонения там у себя дома. И так один раз он пришел на берег Ганги, искупался, набрал воды для своих домашних нужд и возвращается назад. А тем временем один грешник или простой человек, который никогда ничего хорошего не совершал, он ехал на своей повозке, и на этой повозке у него были дрова. Он вез их для своего дома. И вы представляете, едет в лесу, дорога узкая, и тут посреди леса стоит бык, здоровый бык, не дает ему проехать. Ну и соответственно он просто слез со своей повозки, подошел к быку и пытался утолкнуть. Но ничего не вышло, поэтому в этих случаях берут просто какую-нибудь растинку или палочку, ну и ударяют быка. И таким образом он стал быка ударять. И представляете, вот стоите, никого не трогаете, и тут у вас палка начинает бить. И бык он тоже не очень-то и понял, поэтому он взял и нацепил его на рога этого человека. Он нацепил его на рога, и этот человек он сразу прям на месте от того, что кровь много вытекла, сразу и там уже и скончался. И как раз этот святой, он возвращался с Ганги и увидел эту картину, что этот человек лежит вокруг лужи крови, уже мертвый, почти остывший. И тогда он просто взял в воду Ганги и брызнул на этого человека. Просто взял и брызнул. И пошел себе дальше. Идет дальше, и вдруг вдогонку его догоняют страшные такие существа. Страшные, страшные. Он был в шоке, кто такие. И они, когда пробегали около него, они сказали, это все из-за тебя. Это все из-за тебя. Вот он сказал, как из-за меня, я ничего плохого обычно в своей жизни не делаю. Он остановил их и сказал, давайте, рассказывайте, что происходит. И они стали рассказывать. А это были яма дуты. Яма значит смерть. А дуты последователи. Последователи Бога смерти. Те живые существа, которые приходят к нам в момент смерти, если человек грешный, вытаскивают нас с нашего грубого тела, нашу душу вытаскивают и уносят к Богу смерти, Ямараджу или царю смерти. Если человек плохое дело в жизни, то, соответственно, приходят такие черти, страшные черти, и забирают нас на эти нанизшие миры. Это миры поталы, там, где котлы. Я вам немножко рассказывал уже об этом. И они стали рассказывать. Мы пришли за этим грешником, который никогда ничего хорошего не делал, только плохое делал. И, мало того, имена Бога тоже не повторял. И поэтому мы пытались его забрать, но в этот момент появились вишнудуты. Это уже посланники Бога. И у нас завязался с ними разговор. Мы говорим, мы должны его забрать, так как он грешник. Они говорят, вы не можете его забрать, потому что в момент смерти на него брызнули водой ганги. И тогда Ямадуты, последователи смерти, сказали, подумаешь, какая ты водичка ганги. И последователи Бога, они очень сильно обиделись и сказали, вы что, не знаете славу ганги? И побили их. И когда он эту историю услышал от самих последователей Ямараджи, когда он это услышал, его вера в воду ганги, она возросла в тысячи раз. В тысячи раз возросла вера в гангу. И он стал совершать поклонение ганге с еще большим усердием. И когда подошло время его кончины, и он смог в этот момент удовлетворить гангу, он каждый раз приходил к ней, поклонялся ей как матери. И ганга, она пришла к нему и сказала, я доволен твоим поклонением, и поэтому проси у меня все, что хочешь. Я готов исполнить все, что хочешь. Он сказал, пожалуйста, сделай так, что когда бы я не оставил это тело, чтобы я оставил это тело в водах ганги. Вот такое благословение попросил, потому что он понял, насколько ее воды, они нектарные и священные, так как исходят от стоп Бога. Если кто был в Индии, он знает, что ганга, она обладает таким свойством, таким нектаром, что когда находишься в ней, не хочется вылезать. Иногда можно по три часа находиться, по четыре часа. Мало того, ее вода, она практически не портится. Если взять себе горшочек водички чуть-чуть, то она не портится, потому что там очень много серебра, и все рано в ней заживают. Там плавают дельфины в ней, очень красиво, такие места. И ганга, она появилась со стоп Вишну, и с этим связана такая история, что Бали, после того, как он завоевал всю Вселенную, помните, мы с вами рассказывали, после того, как он завоевал всю Вселенную, он решил еще большего могущества достичь. Поэтому он решил совершить жертвоприношение, ашваметху называется, это принесение коня жертву, для того, чтобы достичь еще большей мощи. В этот момент Кашьяпа Муни, тоже один такой мудрец, вместе со своей женой они молились Богу, чтобы он не зашел и наказал этого демона Бали, чтобы он в конце концов ушел к себе опять на низшие миры, и дал царство опять полубогам. И Бали Махараш, он пришел, он пришел как маленький такой карлик, он принял форму маленького карлика. Вамана, его звали Вамана, буквально значит карлик маленького размера. И удивительно, да, зачем Богу приходить в облике карлика там? Он может так любого человека убить, и так, не принимая никакую форму. И Господь, Он приходит для того, чтобы не просто убить, Он приходит для того, чтобы мы узнали о Его различных деяниях на этой земле. И деяния Его необходимы для того, чтобы мы привлеклись, чтобы мы привлеклись в свой ум. Вот эти прекрасные игры, которые Он здесь проводит на земле, Его деяния. Как говорится, что Бог, Он приходит сюда по двум причинам. Паритраная садунам Венашая чадушкритам. Паритраная садунам, Он приходит на благо святых, И Винаша Чадушкритам уничтожает невежественных людей. В прошлые времена он так и приходил, уничтожал невежественных людей. И в момент этого религиозного ритуала Бали Махараджа, сам Ваманадевы, он маленький мальчик, браман, такой, знаете, как послушник такой, то есть совсем молодой, который соблюдает салибат, он пришел на это жертвоприношение, и когда он пришел, от него исходило удивительное сияние, которое ослепило все жертвоприношение. Он, этот Ваманадева, он держал в своих руках посох, зонтик и горшочек полной воды. То есть не такие атрибуты, это все, что у него было. Он пришел на это великое жертвоприношение. И, соответственно, все браманы, которые участвовали в этом жертвоприношении, все священники, они были просто в шоке, потому что сияние Ваманадевы было гораздо больше, чем их сияние. И раньше чистоту определяли по сиянию. Человек заходит, и раньше люди видели это сияние. Ну, по крайней мере, священники, они видели сияние из человека исходящее. И все поняли, что пришла необычная личность. К ним пришла необычная личность. Сам Бали Махарадж, или вот этот царь демонов, он тоже был шокирован, и он сказал такие слова. Он предложил ему сиденье и сказал такие слова. «О, Брамана, я предлагаю тебе мой чистосердечный привет и мои почтительные поклоны. Пожалуйста, позволь нам узнать, что мы можем сделать для тебя. Мы считаем тебя олицетворенной аскезой великих мудрецов». Они начали считать его как великим святым, великим мудрецом. И Бали Махарадж, он смиренно сказал, мне нужно всего три шага земли. Я маленький, мне много не надо. И Бали Махарадж, он так сказал, ну, как же так странно, так я могу тебе дать целую планету, нет проблем. Целая планета будет твоя. Возьми планету. Три шага я тебе не дам, слишком мало. Это оскорбит мое положение. И вам надо его сказал, если монах просит милостыню у других в соответствии со своими потребностями, он не запутывается в греховной деятельности. Вот сколько надо человеку, монаху, да, только он берет, все остальное он не берет. И таким образом он не запутывается в грехах. Если же человек берет много, нежели чем ему надо, тогда он будет пожинать плоды своих вот этих греховных деяний. И дальше он говорит Бали Махараджу, что, «О, Царь, даже совокупность всего, что может быть в трех мирах, для удовлетворения чувств, не сможет удовлетворить личность, чьи чувства неуправляемы. Пока мы не достигли управления своими чувствами, сколько бы нам ни дали, все будет мало». Вот так он сказал Бали Махараджу, что «Пока человек не контролирует чувства, можно дать ему все, что угодно. Это будет ему недостаточно. Если я не буду удовлетворен тремя шагами земли, то затем я определенно не буду удовлетворен даже обладанием целой планеты. Даже если бы я обладал одной из планет, я все равно бы надеялся получить остальные». Вот таковы качества людей, которые не могут контролировать свои чувства. Чувства без контроля, поэтому хотят все больше и больше. Знаете, такой интересный момент, что чувства, они имеют способность развращаться. Просто развращаться, все больше хочется, больше, больше, больше. Конечно, возникает такой момент, когда чувства, они присыщаются. Но это не отречение. Вот, допустим, поели тортика, да, присытились, все, не хочется. Но это не означает, что чувства, они отреклись от торта. Нет, просто присытились. Пройдет месяц, вы опять начнете его есть. С еще большим рвением. И поэтому есть такое понятие или качество, называется «привязанность» или «дурная привычка». Человек, он уже привык за телевизором сидеть и картошечку уминать. Или колбасу с хлебом. Просто привык и не может. Чай с бутербродами на ночь непаравидически получается. И дальше в Аманадефе или Бог, он говорит, что каждый должен быть доволен тем, что он достигает с помощью своей прошлой судьбы. Так как недовольство никогда не может принести счастье. У нас есть своя судьба. У нас есть своя карма. И, соответственно, этой кармой мы получаем какой-то достаток в нашей жизни. И поэтому человек, он должен быть улетворен тем, что ему посылает судьба. И человек, который не контролирует себя, не будет счастлив, даже обладая тремя мирами. Всеми тремя – верхними, средними и низшими. Просто будет улетворен. И в этот момент царь Бали, он понял, да, что здесь надо исполнить волю Аманадева. И он сказал, хорошо, я готов тебе дать эту землю. И в этот момент Шукрачаря – это его учитель, его духовный учитель. Помните, которому он поклонялся, чтобы получить вот эту силу, Брама Теджес? Он поклонялся вот этому ученому, который совершал великие аскезы, чтобы получить Брама Теджес, эту силу, метическую силу. И Шукрачаре, он сказал, что на самом деле ты не должен давать ему вообще ничего, потому что это пришел сам Бог. И он хочет отобрать у тебя все, что ты имеешь за раз. Поэтому не давай ему ничего. На что Бали Махарадж сказал, я уже готов был пообещать, и поэтому как я могу, будучи царем, отказаться от того, что я должен, ну, обязан исполнить свой долг. Он говорит, что многие люди оставили свои жизни на поле битвы, не испуганные сражением, но редко кто может искренне отдать свое накопленное богатство Святой Личности. Люди готовы жертвовать своими жизнями, да? А своими богатствами ради Святой Личности им тяжело пожертвовать. Вот так сам Бали сказал, хотя он царь демонов, он такие слова интересные сказал. И в этот момент Шукрачаре, он становится недовольным. Когда мы не следуем наставления своего духовного учителя или своего учителя, он становится недовольным. И в данный момент Бали Махарадж, хотя он был царем, он ослушался своего духовного учителя, поэтому Шукрачаре, он проклинает Бали Махараджа. Он проклинает и говорит, что на самом деле ты не послушался меня, поэтому ты все потеряешь. И как раз этого момента и ждал сам Баманадеф. Он ждал, когда Бали Махарадж потеряет свою вот эту браманическую силу от поклонения браманам. Как только он оскорбил своего духовного учителя, он потерял эту силу. Теперь он мог с ним сделать все, что угодно. И Шукрачаре проклил Бали Махараджа и ушел к себе домой. Бали Махарадж сдержал свое слово, он сказал, забирай три шага с земли. И в этот момент Баманадева, он стал увеличиться в огромных размерах. Он приобрел огромнейшую форму. Он запомнил практически всю Вселенную. И он сделал два шага. Он сделал два шага и перекрыл всю Вселенную. Некуда было третий шаг поставить. И когда он сделал два шага, то своим пальцем, большой ноги он продырявил Вселенную. И помните, я вам рассказывал, что существует океан Карана, или причинный океан, на котором плавают Вселенные. И когда он продырявил своим пальцем Вселенную, то океан, причинный океан, стал втекать в Вселенную. И так как он пальцем продырявил, то этот океан, он омыл стопу этого бога, в Аманадеву. И таким образом появилась ганга. И в Аманадев, он сказал Бали Махараджу сверху оттуда, «А где третий шаг? Давай мне третий шаг». И Бали ответил, «О, Верховный Господь!» Он понял, что это сам Бог. «О, Верховный Господь, самый почитаемый для всех плавбогов. Если ты считаешь, что мое обещание стало ложным, то я определенно исправлю этот вопрос, чтобы сделать его истинным. Я не могу позволить, чтобы мое обещание было фальшивым. Поэтому, пожалуйста, сделай свой третий шаг на моей голове». Он говорит, «Поставь свою стопу мне на голову». И таким образом конфликт был решен. Появилась таким образом ганга, которая текла с верхних планет. И она еще не могла достигнуть нашей земли. А если бы могла достигнуть, то она бы просто расколола своим потоком сильнейшим, расколола всю землю. И будучи довольным Бали Махараджем или царем демонов, сам Господь сказал, что «Я отныне даю тебе планету под названием Патала, точнее Сутала». Это планета, которую построил в древности Вишвакарма. Это строитель полубогов. Целую планету построил. Поэтому это будет твоя планета, и у тебя там никаких проблем не будет. И говорит, что эта планета, она даже более райская, чем в раю. Из-за того, что Бали совершил такую аскезу, то есть поклонение Богу. Полностью отдал все, что у него есть за раз. Но Бали Махараджем был настолько могущественным, его качества, характеры были настолько хороши, что он просто готов был отдать. Он знал, что Бог пришел, чтобы все забрать. Он сказал, ладно, забирай. И когда он все отдал, он получил во много раз больше. Он получил отдельную планету, он получил тело, которое не стареет, не болеет. И все, кто живут на этой Сутале, на этой планете, тоже не болеют, не стареют, живут очень долго. Вот интересные такие моменты. И мы знаем, что когда человек полностью предается Богу, то все проблемы у него решаются. Был такой святой, великий святой Антонио, он жил в 200 году нашей эры. Он приблизительно около 60 лет находился в египетской пустыньке и совершал тамаскезы, поклонение Богу. И однажды, он так был горд своим положением чуть-чуть, он подумал, я тут единственный во всей пустыньке такой могучной, уже 60 лет прожил, или 70, сейчас не помню точно. И ночью во сне ему приснилось, что на самом деле он тут не самый такой возвышенный, что еще один святой отшельник, он находится в этой пустыньке. Причем не просто в пустыньке, он в самой глубине этой пустыни находится. И когда святой Антонио проснулся, он подумал, надо найти мне этого мудреца великого. И он пошел на его поиски. Он шел три дня и три ночи в самую глубь. И когда там уже не было следов животных, в этот момент он увидел гиену, та, которая рядом с людьми обычно бегает, что-нибудь тащит там. Он увидел и пошел за ней. И она привела его к пещерке такой в скале. И он полез в эту пещеру, он лез, 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 и вдалеке он увидел огоньки. И он нашел вот эту хижину отшельника, который жил там уже 90 лет, ни с кем не разговаривая, никого не видя. Это был Павел Феофейский. Кто знает, если такого святого? 90 лет он жил в пустынке, в самой глубине пустыни египетской. И они стали с ним общаться. И святой Павел, он сказал ему свою биографию, как все это происходило, что оказывается уже в течение 70 или 60, по-моему, 75 лет сам Господь приносит ему каждый день хлеба. Прилетает ворон и приносит кусок хлеба. И святой Павел сказал Антонио, ты знаешь, а сегодня этот ворон принес в два раза больше хлеба. Как только человек полностью предается, он может жить где угодно и в каких-либо условиях, нет проблем, сам Господь всегда позаботится. И мы знаем, что даже у нас, в нашей жизни, если так посмотреть в прошлое, то несмотря на то, что мы такие обычные люди, да, и все равно у нас всегда все было, даже в самые страшные времена, правильно? Заметили, нет? И царь Багиратха, царь земли, он попросил, он молился Господу Шиву, он совершал поклонение Шиве для того, чтобы Шива, он принял этот великий поток Ганги на свою голову, чтобы Ганга, она не продырявила землю. И когда он удовлетворил Господа Шиву, то Шиву, он принял это предложение, и он принял на свою голову воды Ганги. Он не просто ее принял, он знал, что это святая вода со стоп Вишну. И есть очень много писаний, где сам Шива, он говорит о положении Верховной Личности, хотя он является Богом, так же, как и Вишну, но он является воплощением Бога. Но существует изначальный Господь, Ишварапарамах, из которой исходят все эти воплощения Бога. И Шива, он говорит, что «О Верховная Личность Бога, я в глубоком почтении склоняюсь перед Тобой, перед Твоими экспансиями. Ты вместилище всех трансцендентных качеств, Ты безграничен, однако для материалистов Ты остаешься непознанным. О мой Господь, Ты единственный, кто достоин поклонения, ибо Ты Верховная Личность, вместилище всех достояний. Все, кто Тебе поклоняются, чувствуют себя в безопасности, и Ты удовлетворяешь их, являя себя в разных формах. О Господь, Ты освобождаешь своих преданных из сетей материального бытия. Непреданные же по Твоей воле так и остаются в этих сетях. Позволь мне быть вечным слугой, вечным Твоим слугой». Сам Шива такой говорит. Интересные такие слова. Таким образом, Ганга спустилась на нашу планету, и Ганга оказывает милость всем живым существам, в том числе и обычным млекопитающим. Собаки часто приходят к Ганге попить воды, очищаются также. Просто вода попадает на голову к нам, и мы сразу очищаемся от тысячи грехов. Поэтому в Индии все благочестивые индусы, они приходят на берег Ганги для того, чтобы совершить омовение и успокоить свой ум. Успокоить свой ум и получить благословение со стоп самой Личности Бога, который приходил на нашу планету. В этой аватаре, в Аманадева. И как говорит Парашара Муни, Брихад Парашара Хурешастри, что в Аманадева он илистворяет Юпитер. Юпитер — это духовная планета, которая отвечает за дхарму или за религию. И он пришел в Аманадев, и он установил дхарму для всей Вселенной. Он наказал демонов и восстановил религию. И поклоняясь в Аманадеву, человек, он, соответственно, приобретает все возвышенные духовные качества. И его Юпитер, он усиливается в гороскопе. Значит, следующая история про Господу Шиву, о том, как он легко дает благословение. Он любое благословение может дать, даже то, которое потом может каким-то образом причинить ему какие-то страдания. Однажды был такой великий, великий тоже такой демонический человечек, Ракшас, Врикасура его звали, Врикасура. Он решил достичь какого-то совершенства, исполнить свои желания. И он повстречал однажды Нарда Муни, это такой мудрец, великий мудрец. И он сказал ему, скажи, пожалуйста, кому мне поклоняться для того, чтобы обрести все свои желания очень легко. Вот есть Вишну, есть Брама, есть Шива, кому мне поклоняться, чтобы сразу вот обрести эти свои, то, что я желаю. И Нарда, он понял все замыслы этого Врикасура, и он сказал, тебе стоит обратиться к Шиве. Шиве его очень легко удовлетворить, он является Ашутошей, кого слишком легко удовлетворить. И Врикасура, он отправился в Кедранадху, это место Кашмира. И в течение шести дней он стал совершать Аскезы. И Аскезы его были, заключались вот в чем. Он отрезал, он рожок огонь, и отрезал куски плоти от себя, и бросал в огонь, и сказал, для Шивы. Вот такие у него были поклонения. И все мы с вами знаем, что Аскезы бывают трех видов. Аскезы в невежестве, Аскезы в страсти и Аскезы в благости. В данном случае это была Аскеза в невежестве. Аскеза в невежестве означает, что человек причиняет страдания себе и окружающим людям. Если человек совершает Аскезу в невежестве, то в конце концов он будет страдать. Можно определить Аскезу в невежестве. Если у вас после этой Аскезы вы страдать начинаете, это в невежестве. И также, если человек причиняет беспокойство другим, совершает Аскезу и потом начинает говорить, я такой могучий, сейчас я вам всем покажу. Аскеза в страсти — это когда мы совершаем какую-то аскезу для того, чтобы исполнить свои материальные желания. Вот мне хочется машину купить, поэтому я коплю деньги, мало ем, мало сплю, работаю на износ. Называется в страсти, аскеза в страсти. Она в конце концов приносит разочарование и потерю то, что человек добывает. Аскеза в благости совершается ради духовного просветления и других живых существ, на благо живых существ. Эти три вида аскезы. В данном случае в Рикасуре он совершал аскеза в невежестве. И даже аскеза в невежестве приносит плоды. Человек может обрести мистические совершенства, но в конце концов он очень сильно будет страдать из-за этого, потому что это приносит беспокойство не просто ему, это приносит беспокойство целой Вселенной. Целая Вселенная начинает беспокоиться, когда человек в невежестве совершает аскезу. Все мы знаем, что сила мысли или сила нашего мышления, она также вредит нашей Вселенной. Если вы живете в плохом городе, где все плохо думают, там очень тяжело жить. Если вы живете в прекрасной стране, где люди пытаются работать над своими качествами, то там очень легко и красиво жить. И в течение шести дней продолжалась его вот эта аскеза. Он подносил свою плоть Шиве. Но так или иначе, ему так и не удалось увидеть Шиву. И знаете, что он тогда сделал? Он взял свой нож и уже решил отрезать себе голову. Для того, чтобы принести. Он был настолько решительный. Он сказал, я заставлю Шиву прийти ко мне. И он приготовился уже отрезать себе голову и бросить ее в огонь. Сам Шива, он появился и остановил. Подожди, что ты делаешь? Я удовлетворен, как Шива сказал в этот момент ему, что я удовлетворен просто водой Ганги. Вы можете предлагать мне воду Ганги со стоп Бога. Я буду удовлетворен. Мне не нужна ваша плоть. Вот так он сказал в Рикасуре. И Шива, он дотронулся до Рикасуры, и все тело его восстановилось одним махом. И Шива сказал, что хорошо, я готов. И причем Шива не просто он появился, он появился из огня. Просто появился из огня. И Шива сказал, я готов исполнить твое желание. И знаете, что попросил демон этот? Он сказал, сделай так, чтобы до кого бы я не дотронулся пальцем и до головы, до чьей бы головы бы я не дотронулся, эта голова должна разлететься на куски. Вот такое благословение он попросил. И как только он получил такое благословение, то в Рикасуре он решил испробовать, действует ли благословение или нет. Он решил испробовать на самом Шиве. И он уже потянулся пальцем к Шиве, и Шива понял, надо убегать. И Шива он побежал. Это тоже такая игра Шивы была интересная. Иногда Рамачандра поклонялся Шиве, иногда Шива поклонялся Рамачандре. То есть иногда такие вот лилы между воплощением Бога происходят, нам очень сложно понять. Вообще говорится, что положение Шивы, его невозможно понять простым умом. Положение Шивы, его различения различных. И в общем Шива побежал. И демон-то тоже был парень непрост. Он бежал тоже очень быстро. И они не просто бежали по земле, они бежали, они могли летать. И Шива полетел, и за ним этот Рикасура полетел. Он никак не мог догнать Шиву. И Шива он летал по Вселенной, то обращался к различным полубогам, там к Индри, обращался к Браме, обращался, помогите, спасите мне от этого демона. В конце концов он прилетел на Вишну Локу. Помните, мы с вами проходили, Швета Двипа называется. Это остров на Молочном океане, который находится на границе Вселенной. Он прилетел, и Вишну он решил помочь. Он принял форму маленького мальчика такого. Он был очень красивый. И он остановил всех и сказал, подождите, куда ты бежишь в Рикасуре? Я понимаю, ты хочешь дотронуться, но ты устал, давай отдохни сейчас. Потом продолжишь свой бег за ним. Он не просто так сказал, ему поклонился, выразил свое почтение этому демону. Сам Вишну выразил почтение, представляете? Поклон сделал. Он сразу заинтересовался, так меня уважают. Тем более какой-то странный мальчик, такой красивый-красивый. Он так привлекся. И этот маленький мальчик, или сам Вишну, он стал хорошо о нем говорить. Он ему сказал такие слова, что не верится мне, что сам Шива дал тебе такое благословение. Потому что у Шива странная репутация. Он то пеплом обмажется, он там носит на себе черепа от людей. У него странная репутация. Так что, скорее всего, он тебя обманул. Все это ложь. Кто же тебе даст такое благословение вообще? Сам подумай. Так что, мне кажется, тебя просто обманули. Если ты хочешь, ты можешь просто проверить, работает это проклятие или нет. Просто возьми, дотронусь до своей головы, и ничего не будет. И под этими словами, под этой иллюзорной энергией от Вишнам, этот демон, он дотронулся до своей головы, его голова разорвалась на мелкие кусочки. Этот демон, он не просто хотел дотронуться до головы Шивы, он хотел дотронуться до головы Шивы, чтобы она раскололась, и потом завоевать, знаете кого? Парвати. Его жену. Вот такие были намерения этого демона. И таких людей называют душкритина, или негодяя, злодея. Крити означает очень достойный. А душ, значит наоборот, очень недостойный. Таких людей называют душкритина, то есть немножко таких помешанных. И Вишну сказал Шиви, что тот, кто нанесет оскорбление великой личности, не сможет продолжать свое существование, его губят собственные грехи. Эта история показывает именно то, что если мы будем оскорблять великих личностей, таких как Шиву, или Вишну, или Святого, то нас замучают наши же грехи, которые не только будут накапливаться, они будут нас уничтожать. И как говорится в Пуранах, тот, кто услышит этот рассказ и перескажет его, без сомнения освободится от нападков своих врагов. И все мы боимся, страх он есть. Вы когда-нибудь задумывались, на чем больше всего делают деньги люди? Кто-нибудь задумывался? На пище. Все мы любим кушать. Существует масса ресторанов, существует масса магазинов, где мы можем поесть. На этом делают самые большие деньги. То есть еда – это такая вещь, без которой никто не может обходиться. Правильно? На чем еще больше делают деньги? На сне. Люди знают, что люди любят спать. Поэтому на этом делают тоже большие деньги. Это все дома, кровати. Если мы делаем кровати, кровати – это нормально. Но для кровати нужны еще дома. Правильно? Чтобы поставить кровати в эти дома и там спать. И вот эта все недвижимость, на этом самые большие деньги делают. Но еще, помимо этого, делают еще больше денег. Знаете, на чем? Одним словом, можно сказать. На страхе. На этом делают большие деньги. Туда входит медицина. Туда входит вооружение. Вам говорят, будьте осторожны, на вас могут напасть. И поэтому создают заводы, где делают большие бомбы. На это уделяют самое большое количество денег. Выделяют. И так далее. И страх – это огромнейшая сила. Огромнейшая сила. И мы можем направить ее на Бога. Представляете, эту силу можно направить на Бога. Чего мы вообще должны бояться больше всего, как вы думаете? Вот самое большое, чего мы должны бояться. Святые отвечают на этот вопрос. Мы должны бояться забыть о Боге. Этого мы должны бояться. Как только мы забываем о Боге, все, наша карма, прошлое, наваливается, и мы идем по своей карме. В Медхиле жил один такой великий царь. И в этом царстве его жили двое друзей. Один был бедный, а другой был ученый. Бедные и ученые, они вместе дружили. Интересно такое сочетание. А царя звали Видехи. Кто знает немножко хинди или немножко санскрит? Он знает, что Видехи. Видехи – значит тело. А Видехи – значит без тела. Так звали царя. И эти двое друзей, они размышляли. Но почему у царя такое странное имя? Видехи – без телесной. Они размышляли. И этот ученый, его друг, он сказал, давай пойдем к царю и сами спросим. А нищий сказал, а может быть не надо? Может быть не стоит? Все-таки царю стоит только обидеть сразу. Секирь башка. Он так не хотел. Но в конце концов они пошли вдвоем. Они зашли к царю. И как только они зашли к царю, их сразу схватила стража, вот так, за плечи. И таким образом привели к царю. И этот человек, бедный человек, бедный друг, он сказал, я же тебе говорил, не надо было вообще сюда идти. Вот видишь, сейчас попали в переделку. А ученый говорит, все нормально, сейчас разберемся. И он задал вопрос царю. Он сказал, вот царь, скажи, пожалуйста, почему тебя назвали Видехи? Почему тебя зовут Видехи? То есть бестелесно. И как только он это сказал, царь сказал, заточить их в темницу и на следующий день повесить. Вот так царь сказал Видехи. Те сразу затряслись, испугались. Их забрали, посадили в темницу. И утром должны были казнить. И царь Видехи, он распорядился, чтобы им давали явства прекрасные, давали женщин. К ним приносили эти подносы самой изысканной пищи. Но есть они не могли. Пищеварение отказало. Страх переполнил все их тело. Знаете, когда вы боитесь, вообще даже есть, помыслов нет. Даже самые вкусные вещи, они просто нам невкусны. После этого к ним в темницу приглашали прекрасных девушек, которые танцевали. Они не могли на них смотреть. Они боялись. Вот этот страх, он переполнял их. Они не знали, что делать. Они думали, завтра нам придется умереть. Завтра будет смерть. Нас повесят. Из-за какой-то глупости. И на следующее утро достали из темницы и привели к царю. И они оба кинулись на колени и сказали, царь, о, прости нас, мы глупые люди. Пожалуйста, смягчи хоть чуть-чуть свое наказание. Мы готовы отстрадать, но не так сильно. Сделай что-нибудь. И тогда царь, он сказал, хорошо, хорошо. И он щелкнул пальцами. В этот момент принесли два больших, огромных кувшина, золотых кувшина с маслом. И он сказал, вы должны поставить себе на голову эти кувшины золотые с маслом. И в сопровождении охраны пройти через весь город Митхилу. Если вы знаете, город Митхил, оно очень такой, очень большой город. Если хотя бы одна капля упадет этого масла на землю, сразу же охранник вам голову сплечь. Представляете? Какой царь хороший, Ведехи. И поставили им эти кувшины. Они были благодарны такой судьбе. Они с радостью поставили тяжелейшие кувшины с этим маслом. И это масло, они шли по городу в сопровождении охраны. И не дай Бог, чтобы одна капля упала. Они шли, не замечая ничего вокруг. Ноги их не стали сильными сразу. От адреналина, от страха от этого. И они прошли все расстояние. Они пришли обратно. Поставили эти кувшины и думали, ну, слава Богу. И царь их тогда начал спрашивать, скажите, пожалуйста, о чем вы думали, когда были в тюрьме? Он говорит, ну как, мы думали о смерти. Мы думали, что вот смерть придет, что она уже рядом, и мы не могли ни есть, ни пить. Тогда второй вопрос он задал. Что вы видели в городе, когда шли с этими? Они пытались вспомнить, что они там видели. А город-то густо населен, там то циркачи прыгают, то торговцы. Они говорят, мы особо так ничего не заметили. Мы ходили и ничего особо не видели. И царь сказал, вот так и я. Хотя я царь, и у меня все есть. Этим всем я не наслаждаюсь, потому что понимаю, что все вот это, все, что у меня есть, все, что меня окружает, это осад или временно и приходящее. Все, что это есть, это осад. И вы боялись уронить хотя бы одну каплю масла. Так же я, я боюсь хотя бы на миг забыть о Боге. Потому что как только я забуду о Боге, то придет моя смерть. Вот так этот царь, он сказал и объяснил этим людям, почему его зовут Видехи. Он как бы в теле, но на самом деле бестелесный, он не наслаждает свое вот это тело, потому что понимает, что мы на самом деле находимся на грани смерти, но в это мы не верим. И это называется еще иллюзия. Иллюзия, которая нас покрывает. Мы думаем, что все хорошо. И мы наслаждаемся в этом городе, Медхилии, забывая об этом. И как только мы чувствуем, что вот смерть пришла, мы боимся даже каплю уронить, масло, то сразу вот эти все наши мысли о наслаждении просто уходят. И говорится в ведах, что человек, он должен в своей жизни постоянно ощущать руку Бога на своем плече. Каждый момент он должен ощущать руку Бога. И вы можете попробовать ощутить эту руку на своем плече. И тогда жизнь ваша, она будет очень успешна. Единственное, что мы должны бояться в этом мире, это забыть про Бога. Как только забыли, то нам ничего не поможет. Но если мы помним о Боге, то некого страха он нам ничего не может причинить. Был такой один почтальон, он разносил газеты по домам. И в один прекрасный момент он решил поклоняться Богу. Он пришел в храм, и там ему сказали, что ты должен не просто разносить газеты, ты также еще должен все это время, пока разносишь газеты, думать о Боге. И почтальон говорит, так это невозможно. Это невозможно. Вот так он сказал. И однажды, рано утром, он как всегда взял свои газеты и пошел их разносить. В этот момент из дома выбегает наркоман с ножом и подставляет его горло к этого почтальона. Такое бывает в жизни иногда. Он сразу испугался, он сразу испугался, представьте себе, не знал, что делать, затрешься вот так. И в этот момент в его сердце, он услышал, в своем сердце он услышал голос, а что ты боишься? Он услышал параматму, он услышал Бога в сердце, говорит, что ты боишься? Глупец. Бояться-то нечего. Мы уже поняли, да, чего надо бояться больше всего. И когда он услышал этот голос, то страх у него исчез. И он просто взял нож у этого наркомана и привстал ему в горло. И наркоман просто убежал. Такая у него. После этого он старался думать постоянно о Боге. Постоянно думать о Боге. Есть еще такая интересная тоже история, что однажды Нарда Муни, он пришел к Господу Шиве и сказал, о, Шива, я знаю, что ты самый лучший тот, кто думает постоянно о Боге. Ты вайшнаванам ядха шамбух. То есть, ты лучший из вайшнавов. Самый лучший тот, кто поклоняется изначальному Богу. И Шива говорит, да нет, кто я? Я простой человек. Что я на самом деле нет. А вот люди на Вайкунхе, которые живут в духовном мире, все они поклоняются Богу. Вот тебе надо туда обратиться и их прославлять. И Парвати, его жена, сказала, ты знаешь, Нарда, на самом деле самая возвышенная, самая возвышенная слуга Бога это богиня Махалакшми или богиня удачи. Она все время пребывает на груди у Бога и постоянно о нем думает. Так что тебе нужно ее прославлять. Знаете, да, как бывает солидарная женщина, вот одна женщина прославляет другую женщину. И Шива на это сказал. Ну что насчет Махалакшми, тут есть определенные возражения, потому что она же никогда страданий-то не испытывала, поэтому трудно понять, сможет ли она в страданиях думать о Боге. Это же богиня удачи, понимаете, она никогда не страдает. Сможет ли она в своих страданиях вспомнить о Боге. А вот на земле прохлада Махарач, великий, святой, он всегда помнит о Боге, даже в самых страшных страданиях. Я не знаю, рассказывал, я, по-моему, ее рассказывал на мантрах, на мантрах медитации, на этом семинаре рассказывал историю про прохлада, когда вот этот демон, Хирани Кашипу, он хотел уничтожить своего сына, потому что тот был поклонником Бога. Помните эту историю? Так вот, этого прохлада его пытались сжечь, его пытались умертвить в котле с кипящим маслом, ничего не могли сделать, потому что он постоянно думал о Боге, его сам Бог защищал. Его пытались сбросить со скалы, затоптать лошадьми, заколоть, отравить, и ни на секунду он не забыл о Боге. И так Шива он сказал, говорит, что скорее всего тебе надо туда идти. И у нас здесь с вами на земле, у нас есть страдания, мы здесь все с вами страдаем до какой-то степени, кто-то больше, кто-то меньше. И если вы еще в этих страданиях сможете помнить о Боге, то вы будете лучшим среди всех святых. Каждый миг, как тоже в 500 лет назад, был тоже великий святой такой, Харидас Такур, и он родился в мусульманской семье в Индии. В Индии были 500 лет назад мусульмане в основном, и индусы, они жили вместе, мусульмане, они поработили индусов. И этот Харидас Такур, он родился мусульманином, но он стал поклоняться, стал индусом, то есть он стал поклоняться индийскому богу. И это особо никому не нравилось среди мусульман, поэтому они взяли его и посадили в тюрьму. Как у нас, в бывшем СНГ, во всем, религиозных людей часто сажали в тюрьму. И так же его и восхватили мусульмане, из-за того, что он предал Аллаха, мусульманство, то его посадили в тюрьму со страшными грешниками. И когда он пришел в тюрьму, то все поняли, что это святой. Все преступники, они поняли, что это святой и стали его слушать почтительно. И знаете, что Харидас Такур, он сказал этим преступникам, он сказал, что вы очень удачливый, что находитесь в этой тюрьме. Они сразу не поняли, что какую-то глупость пришел нам рассказывать тут. Святой называется. Мы тут страдаем, мы в тюрьме находимся. И они уже так надвинулись на него, хотели уже побить. И он нам объяснил, что на самом деле вы находитесь в тюрьме и вы не в иллюзии находитесь, вы знаете, что вы в тюрьме. А все люди, которые находятся вне тюрьмы, они думают, что они свободны. На самом деле они все прообыщены, они прообыщены материальной энергией, материальным рабством. Поэтому вы удачливы. Вот так он им сказал. Потом он начал обучать их повторять имена Бога и вся тюрьма она повторяла имена Бога. И когда сам царь узнал об этом, что какой-то там Харидас Такур святой, будучи мусульманином, принял индуизм, стал повторять имя Бога, индийского Бога, то тогда он решил его казнить за это, чтобы он, этот святой, чтобы он не совратил весь мусульманский народ. Таким образом. Он испугался его. И они решили дать ему такое наказание, что его будут бить на 22 рыночных площадях, пока он не умрет. И Харидас и Такур убили на 22 рыночных площадей. И стражники, когда они уже прошли 5 рыночных площадей, они были в шоке. Мало того, Харидас Такур не плакал, не страдал. И он все время повторял имена Бога. Настолько его вера была сильна. Представляете, эти стражники мне сказали, как это возможно? Уже на двух площадях человек умирает от таких мучений. А уже прошло пять площадей. А на тени ни одной царапинки нет. Представляете? Вот такой был святой Харидас Такур. И когда прошло уже 22-я, это площадь. А он спокойно, с улыбкой, с части в душе к этим людям, которые его били. Он хорошо к ним относился, повторяя имена Бога. Эти преступники, они были в шоке и не знали, что делать. И все люди, которые видели эти испытания, мусульмане, они все были в шоке. Они пытались как-то помешать этому наказанию, но ничего не могли сделать. И тогда сами вот эти палачи, они поняли, что это великая личность. И они сказали такие слова, пожалуйста, прости нас, но если мы тебя не сможем убить, если мы не сможем тебя запороть насмерть, то тогда все наши семьи всех их казнят. Поэтому будь милостив, сделай что-нибудь. И тогда Харидас Такур сказал, что если я причиняю кому-то беспокойство в своей жизни, лучше я умру, я не хочу причинять никому беспокойство. И поэтому Харидас Такур он лег и стал бездыханным, он просто умер. И стражники они принесли это тело, все показали, там врач проверил все, человек умерший. И по мусульманским законам его должны были похоронить в земле. Но так как он оставил мусульманство, его решили просто сбросить в реку, в местную, просто сбросить в реку. И его сбросили в реку. Река его понесла, понесла, и буквально через полчасика Харидас Такур как ни в чем не бывало встал и пошел в тот же самый город. И когда люди видели его, они были в шоке. И после этого даже сам мусульманский царь, он подумал, что-то здесь не так. У него появились сомнения в своей культуре. Вот такая интересная история про Харидас Такура, великого святого. И в Бхагават-Пуране говорится «Савайпумсам пародармо», что высшим занятием пародармо, высшей дармой «Ятоп бактир адохшеджи» это развитие любви к Богу. «Ахайтуки апратихата» оно должно быть бесприместным «Ахайтуки» и постоянным. «Яятма супрасидати» и это, это состояние, оно полностью удовлетворяет наше сердце. Наше сердце полностью удовлетворяется этим. Ко мне один раз подошел священник в Москве и он меня спросил, он построил три монастыря в Московской области и он меня спросил, вот я поклоняюсь Богу, но страх у меня есть, у меня в душе страх находится. Потому что, а на самом деле этот священник, он не просто, он видит всяких вот этих сущностей черных, там чертей, всяких там, духов, и он говорит, что у меня страх есть. И он меня спросил, каким образом можно избавиться от страха? Как вы теперь ответите? Там, где есть Господь, там нет страха. Страх возникает из-за того, что мы считаем, что мы есть это тело и все, что нас окружает, наше. Если мы понимаем, что все, что нас окружает, дано судьбой и мы в конце концов не принадлежим к этому материальному миру и к этому телу, а являемся духовной сущностью, то страх как такового просто, оно не должно быть. Он исчезает, просто нет его страха в этом мире. Но как только мы думаем, что нам что-то принадлежит, у нас появляется страх. Вдруг нас кто-то отнимет это. Вдруг у нас негде будет есть, негде будет спать и так далее. Весь все это происходит из-за того, что мы не понимаем, мы находимся в иллюзии, мы не понимаем вот эту концепцию, концепцию бытия Бога. Неужели сам Господь не позаботится о вас, тем более, если вы о нем думаете. Господь даже заботится о самых грешных людей, понимаете, там, крутых, мира сего, даже о них заботятся, у них все есть. Неужели он не позаботится о тех, кто ему как-то о нем думает. Сегодня мы с вами будем заниматься медитацией на Вселенную. Медитация на Вселенную. Господь в Аманадеф, Он распространил себя, Он принял такую гигантскую форму, чуть ли не Вселенной. И своими двумя шагами Он просто перекрыл всю Вселенную. Гигантская форма. И Вселенная это очень большое пространство. В этой Вселенной находится очень много живых существ, очень много правителей, чувств наших, правителей, всех стихий. И в данном случае Вселенная, она живая. Это как живой механизм. Пинда-браманя-няя. То есть, это означает, что мы подобие Вселенной. Вселенная тоже живой организм, у которой есть позвоночник, у которой есть глаза. Считается, что Луна и Солнце это глаза вот этой Вселенной. А гора Меру это позвоночник. Эта гора Мера она проходит через планетарные системы. Ноги это потала, это самый низший мир. Земля находится посередине. То есть, мы находимся, если по телу смотреть, нашему, да, у нас существует самая нижняя чакра, которая называется Муладхара, или основание нашего вот этого, находится около копчика. И элемент, тонкий элемент Муладхара чакры это элемент Земли. И выше находится Свадистхана. И Свадистхана еще одна чакра, она находится где-то 10 сантиметров ниже пупка. И Свадистхана чакра имеет элемент воды. И у нас, на нашей планете, и в нашем теле присутствует больше воды. Но также есть и Земля. Поэтому по вселенским масштабам мы можем понять, что мы находимся где-то вот на этом уровне, между Свадистханой и Муладхарой. Наша планета находится на этом уровне, посередине, между низшими и высшими мирами. И вся наша Вселенная это живой механизм. Она также дышит, она также думает, так же, как мы думаем. А думает ум Вселенной. А кто является умом Вселенной? Сам Брама, который сотворил эту Вселенную. Он думает, каким образом мне действовать, этой Вселенной действовать. И сейчас с вами мы займемся медитацией на Вселенную. Поэтому сядьте поудобней. Дышите спокойно. Для лучшей концентрации закройте свои глаза. Сосредоточьтесь на дыхании. Все мы с вами являемся частичкой этой Вселенной. представьте, что все живые существа, которые находятся в этой нашей Вселенной, они сейчас обращают свое внимание на нас. Как можно ярче представьте, что огромнейшая Вселенная смотрит на нас. поприветствуйте всех существ и скажите им, что я желаю всем вам счастья. попросите у всех прощения за то, что вы могли так или иначе сделать плохого своими действиями, своими мыслями. Все эти живые существа, они радуются вам. и что вы наконец обратили свое внимание на них, забыв наконец про себя. Всю жизнь мы думали только о себе и теперь мы обращаем наш взор на всю Вселенную. вся Вселенная, все творение оно рада вам и готово помогать во всех ваших начинаниях. Постарайтесь проникнуться благодарностью ко всей Вселенной. Почувствуйте все безграничные творения, почувствуйте его могущество. Вы ощущаете свою связь со Вселенной через макушку. И через макушку вы расширяете свое сознание и попытайтесь охватить своим сознанием необъятные просторы Вселенной. Постарайтесь расширить сознание насколько это возможно на всю Вселенную, которая окружает нас вокруг. Ваш ум устремляются безграничные просторы вверх, вниз, во все стороны с огромной скоростью. и когда ваш ум достигает конца Вселенной, то вы становитесь одним целым с этой Вселенной. Вы являетесь одним целым со всей Вселенной. И теперь вы явно ощущаете гармонию со Вселенной, что вы и Вселенная вы находитесь полностью в гармонии. Вся Вселенная имеет свое дыхание, она дышит. Постарайтесь дышать вместе со всей Вселенной. Ощущение гармонии оно все больше и больше приходит к вам. И теперь вы находитесь в гармонии с этой огромнейшей Вселенной. И кто бы не задумал навредить вам или как-то плохо относиться, то он идет против всей Вселенной. Такой человек нарушает в себе гармонию со всей Вселенной. кто может вам навредить? Еще только намереваясь навредить вам, такой человек уже побежден. Невозможно сражаться сразу со всей Вселенной. находясь в гармонии со Вселенной, ничто и никто не сможет вам навредить. постарайтесь удерживать свое единение со Вселенной и вы никогда не будете в плохом положении. Сама Вселенная, безграничная Вселенная встанет на вашу защиту. И теперь вберите в свое сердце, вберите в свое сердце сердце Творца. Это и есть великая Любовь, вездесущая во всех уголках во все времена Вселенной. В Любви нет противоречий, у Любви нет врагов. И поэтому отныне у вас нет врагов. И вы не являетесь врагом кого-либо. И у вас нет противоречий. И вы полностью удовлетворены своим положением, тем положением, которое дает вам эта вся Вселенная. В этом мире нет ничего плохого. Плохое находилось только в нас. Весь мир прекрасен. теперь обратно мы входим в свое тело через макушку. мы ощущаем себя уже обратно в теле. Ваше сознание сужается, заходит в тело. если вы готовы, то можете открыть глаза. макушку. 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 т. Ну как, расширили сознание? Да? Получилось? Сейчас я постараюсь ответить на вопросы. У кого-нибудь есть вопросы? Имеется в виду, что мы находимся в этой Вселенной, и Вселенная, точнее, мы являемся подобием Пинда, Браммания, Няя. То есть мы являемся подобием Вселенной. Это я имел в виду. Душа, она больше принадлежит к Духовному миру. В данном случае мы хотя бы должны выйти из своего ложного эго, когда мы считаем, что Я — это Я. Мы, по крайней мере, сейчас расширяем свое сознание, расширяем свои границы для того, чтобы понять, что не только мы живем, что существуют еще другие живые существа, что существуют еще полубоги, существуют также демоны на низших планетах. И все живые существа существуют. Часто, знаете, как бывает, в доме живем, соседей не знаем. Почему? Потому что думаем только о себе. Стоит познакомиться со всеми соседями и с ними вести хорошие диалоги. Знаете, как хорошо в доме становится жить? Вы жили когда-нибудь? У нас где-то в 90-х годах еще в Москве у нас был такой двор. Я был еще совсем маленький. Точнее, не совсем маленький, но приблизительно подростковый возраст. И у нас на большие праздники все люди, они вытаскивали столы прям во двор. Столы, представляете? И кто что нес? И устаравили такой пир. В 90-х годах такое было, как сейчас помню. Но прошло время, и люди не знают, кто там сосед. А если знают, то его постоянно ругают. Какие еще есть вопросы? Тут вопрос мне прислали. На какую из духовных или райских планет попадают призывающие в момент смерти Иисуса Христа, Аллаха, Будду и так далее? Это тоже все воплощения Бога. Иисус Христос – это Сын Бога. Аллах – это Бог. Будда – тоже Бог. И поэтому те, кто поклоняются этим богам, они попадают на планеты этих богов. У Иисуса Христа тоже есть своя планета, где Он дальше продолжает обучать, уже как поклоняться личности Бога, Он уже говорит, как Он выглядит и так далее. У Аллаха тоже есть своя планета. И те живые существа, которые имеют свои индивидуальные отношения именно с Аллахом, которые они здесь устанавливали, именно к Его аспекту могущества, и каждая религия, она имеет определенное видение на Бога. Вот, допустим, мы смотрим, приезжаем на Кавказ, да, и смотрим далеко, такая гора, большая-большая. Какое у нас представление о горе? Огромное, могущественное. Да? Мы больше особо ничего не видим. И также есть религии, которые в основном воспринимают Бога в таком ключе, могущественные, да, огромные. Мы все маленькие, а Он большой. И больше в основном нет знания, кто Он за личность, чем Он занимается, что Он любит, как Он выглядит. Но если мы ближе подходим к этой горе, мы уже видим, что она не просто могущественная, на ней ручеки есть, на ней водопады есть, пещерки есть, правильно? Это еще более близкое видение Бога. Но если мы совсем рядом подходим уже к горе, то мы видим не просто могущественную гору, что Бог могущественен, но также видим, что там есть птички, там есть деревья, разная живность. И также видение или наука о Боге, она бывает разная для различных категорий людей. Если человек не готов принять личностную форму Бога, ему дают безличностный аспект. В данном случае мы медитируем сейчас с вами на безличностный аспект, на совокупность материальной энергии, на Вселенную, да? Но существует еще личность, на которую медитируют. И поэтому различные религии дают разное знание о Боге, то есть различные видения на Бога. И все они истинны, так как они говорят о Боге, но просто в разном ключе. Нельзя вот просто прийти, допустим, сейчас куда-нибудь, в какую-нибудь страну и говорить, давать высокое знание о Боге, потому что просто не поймут. Им надо дать что-то простое, что-то очень простое, для того, чтобы они за это зацепились и этим занимались. Если вы сразу придете и скажете, вам нельзя мясо есть, рыбу, яйца, то они скажут, что это не наша религия, потому что не готовы принять это сразу. И такие планеты существуют из-за того, что мы развиваемся отношения именно к Будде, к Аллаху. Следующий вопрос. Это и медитация первого дня, ведические или из арсенала современных психотехник? Вот такой вопрос интересный. Вот эти медитации. Эти медитации, они построены больше на материале ведических знаний. Вселенной, знания о Вселенной, знания о Душе. Так можно ответить. Не то, что это такие психотренинги какие-то, которые кто-то придумал. Да, это придумал, это я придумал, но на основе знаний ведических. Почему вы, утверждая, что эффективнее призывать имена Верховной Личности Бога, учите нас мантрам, обращенным к Шиве? Вот такой вопрос. У нас семинар-то про Шиву, господа. Вот оно вам ответ. Какие у вас еще есть вопросы? Скажите, если солнце вынимает глаза в Северном, то как бы голова? Голова — это Брама Лока. Голова — это такая планета, которая находится на самом верхнем, на самом верхнем уголке Вселенной. И там, где обитает Брама, он является головой Вселенной. Он думает, как ее устроить внутри. И также у нас, у нас есть ум наш. И ум у нас, он уже, этот наш ум, который находится в нашей Вселенной, то есть в нашем теле, он решает, как наше тело будет устроено. То есть благодаря уму можно пластическую операцию сделать. Знаете, да? То есть, понимаете, наш ум в нашем теле, он обладает таким знанием, где он устраивает все, все наши болезни, все наше здоровье в нашем теле. Через ум мы получаем болезни. Понимаете? Вот именно через ум. Потому что ум, он несет в себе карму прошлых наших грехов. В уме накапливается. Прошлая жизнь, позапрошлая жизнь, позапозапрошлая жизнь и так далее. И как только мы что-то не так думаем, то ум дает, это такой механизм, который дает внутрь определенные импульсы наш организм. Если мы плохо думаем, то ум наш, который плохо думает, он в конце концов разрушает нашу Вселенную внутри нас. Он посылает импульсы, и наше тело начинает дряхлеть и умирать. Если вы знаете, когда вы заходите в больницу, из-за того, что там много вот этого страданий, и сознание такое, ума находится у всех в страданиях, то там человек очень легко может заболеть или плохо себя почувствовать. Или, допустим, есть старческие дома, где всех стариков собирают в одном доме. Я недавно с одним познакомился, он мне рассказал, говорит, что просто невозможно жить. Я просто прекратил общаться со всеми. Я живу в своей комнатке и прекратил общение. Почему? Потому что с кем бы ни общаешься, все жалуются. Это плохо, то плохо, тот плохой, этот плохой, политика плохая, государство плохое. Понимаете? И говорит, невозможно, я еще больше у себя плохо чувствую, у меня апатия такая. Я не могу здесь жить, здесь нет счастья. Так же и в нашем теле, нашей Вселенной, внутри нас. Если наш ум сосредоточен на невежество, если он сосредоточен на испражнения, то все наше тело начнет, из него будет исходить аромат испражнений. Нам начнет пахнуть плохо очень или разрушаться, появятся какие-нибудь болезни страшные. Все мы знаем вот эту связь болезней с характером, с нашим умостроением. Когда человек слишком беспокойств, у него начинает желудок беспокоить. Когда он слишком много действует или ему не дают много действовать, работать не дают, он хочет работать, но ему не дают, кишечник начинает страдать. Кишечник отвечает за деятельность. Там деятельность кишит в кишечнике. Какие еще есть вопросы? Вообще есть разбор по планетам. Я просто сейчас не помню, где это написано. Есть несколько источников, и там немножко по-разному говорится. Ну Юпитер больше отвечает за верхнюю часть головы. Юпитер. Руки в основном больше разбираются по основным частям тела, по чакрам, по семи чакрам. Существует как раз семь планет. На самом деле там на уровне Паттала много всяких планет, адских миров очень много. Я сейчас не могу точно сказать, какие что. Есть описание в Бхагат-Пуране, полностью вселенскую форму описано. Вселенская форма наподобие человека, но она круглая. Это трудное описание, оно там такое очень эзотерическое, его иногда трудно очень понять. Что могло означать вчерашнее событие, землетрясение и сегодняшнее, насколько я понимаю, да? Тоже с утра было землетрясение, да? У нас есть предсказатели даже. Веды говорят, что когда появляется плохое население, или когда на планете совершают какие-то плохие деяния, возникают такие вещи, как землетрясение, ураганы, смерчи. Извержение вулканов, вот эти все бедствия, они говорят о том, что что-то люди не такое делают. Например, в ведические времена дождь лил только ночью. Человек встает, солнышко светит, ложится спать, начинает дождь идти, орошает поля. Потом человек встает, солнышко идет. Люди все благочестивые, поэтому и природа тоже дает хорошее. Землетрясение происходит из-за того, что качают нефть в основном. Там, где выкачают много нефти, там начинают землетрясения. И если у вас здесь 4 балла, это еще не говорит о том, что у вас здесь землетрясение. Это могла волна пройти где-то в каком-нибудь другой стороне, и здесь отдалось, допустим. Понимаете? Ну, не надо быть антагонистами земли, уничтожать землю. Ну, это, конечно, я зря, конечно, вам говорю об этом. Мы вредим земле. Но, говорится, веды говорят, что земля может вынести все, кроме ложи. Ложь. Да. Вот эта буми-деви, она может вынести все, кроме ложи, обмана. Это ведические писания об этом говорят. Потому что ложь, она уничтожает все. Она уничтожает человечество. Она уничтожает любовь в сердце. Вообще, ложь, которая существует на земле, это также касается ее. Она себя плохо чувствует. Допустим, вы находитесь в семье со своим близким. Если ваш супруг, он обманул вас, то у вас сердце становится очень плохо. Вы уже ему не доверяете на все сто. И уже идет разлад. Идет разлад в вашей семье. Также и здесь, если это ложь, она уничтожает все на самом деле. Она уничтожает даже практически все. Все материки. Она вредит также всей вселенной. И поэтому Господь посылает различных посланников для того, чтобы они дали людям знания, чтобы люди прекратили обманывать, прекратили совершать плохие поступки. Если же люди не прекращают этого, и они вредят земле, то возникает такой очистительный обряд, когда полюса меняются, здесь все замораживается и нейтрализуется. А там начинается жизнь на полюсах, понимаете? Все вверх дном. Такое часто происходит, но не очень часто. В нашей жизни, может быть, и не произойдет. Может, и произойдет, потому что сейчас льды уже тают, и говорят, что наводнений стало больше, дождей стало больше. А в этом году он так и не прекращался. Это говорит о том, что люди что-то не так делают, и в конце концов земля сама себя очистит, и вместе с этим и нас тоже очистит. Говорится, что в прошлые времена, когда находили этих мамонтов, находили различных существ, то мало того, находили, из-за того, что было резкое замерзание, то тела-то не разложились, они так и заморозились. И мало того, пища во рту была не проглочена до конца. Представляете, насколько резко все произошло, моментально. Вас никто не спасет, если такое произойдет. За раз. Раз и нет. И на Северном полюсе находят пальмы. Это означает, что там была раньше очень теплое место, очень теплая страна, прекрасная страна. Но что-то они там не так сделали, и поэтому земля сама себя очистила. И каждая планета, она также растет. Драгоценные камни имеют функцию расти, и каждая планета, она растет. То есть Вселенная, она как бы расширяется. И в какой-то момент, когда приходит пролая или полное уничтожение, то наша Вселенная, она обратно входит. В кого входит? В Маха-Вишну. Помните? Она обратно входит в него. И сужается. И потом, когда приходит опять творение, оно опять разжимается. И мы с вами опять попадаем в эти Вселенные, и опять начинаем занятие кармой, то есть занятие деятельностью, которую мы так с вами хотим. Невозможно нас заставить не действовать. Посади вас на стул и скажешь, сиди. Сколько вы просидите? Час, два, три. Скажешь, а зачем? Вы хотите действовать. И поэтому мы желаем действовать. И Господь говорит, пожалуйста, действуйте. Вот вам целая Вселенная. Ради Бога. Все, что хотите. Все, что вы желаете, вы можете делать. И пожинать, соответственно, плоды своих действий на этой планете. Какие еще есть вопросы? А что такое лгать не друг другу, а именно земле лгать? Земле лгать? По-моему, до этого еще не додумались, насколько я понимаю. Но если бы додумались, я думаю, мы преуспели бы в этом. Земля не может вытерпеть тогда, когда на ней лгут. Допустим, когда в вашем окружении начинает вас обманывать и говорить, ты знаешь, дай мне вот 10 тысяч долларов в долг. Я тебе отдам завтра. И тебя раз обманули, два обманули, три обманули. Как вы себя будете чувствовать? Так и земля, она дает нам в долг. Дает нам деревья. Из нее же растут деревья. Она дает нам воду. Из недр земли выходит. А мы при этом себя плохо ведем. Не думаем о Боге, не думаем о ней. Просто эксплуатируем и ничего не делаем такое хорошее на этом белом свете. Поэтому, соответственно, она не может в это вытерпеть. Для нее это что-то самое тяжелое. То, что она не может выдержать на своем теле. У нас с вами осталось еще два занятия. И на нем мы с вами пройдем историю рождения Картикея. Это самый первый сын Шивы. Историю про Ганеша. И на последнем занятии мы уже будем разбирать воплощение Шивы. Мы даже не на последнем, мы уже на следующем начнем в конце разбирать появление Шанкарачарии, который является воплощением самого Шивы на этой земле. Мы пройдем его деяния, его удивительные мистические деяния, которые он здесь совершал. И также про Адвайту Ачарю мы с вами поговорим, который является воплощением Сада Шивы и Маха Вишну вместе. Они вместе слились. Насчет этого есть очень много интересных историй. Так что у нас еще с вами два удивительных и интересных занятия. Так что я желаю вам успехов. Используйте советы. До встречи. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ